Ну, поехали. Первые пылевые условия экшн-камеры. У меня есть 10 минут на всякие разговоры. Я её включил по часикам. Сбрую у меня вот здесь. И всё вроде видно. Но камера смотрит слегка вниз. Из-за чего, кажется, скорее такой эффект... Говорю, сколько же у меня ключей. Эффект от первого лица практически. В этом есть что-то прекрасное. Единственное, что так как камера смотрит слегка вниз, это несколько неудобно. Ну и немного не ясно, как она будет работать... Так, телефон я взял. Как она будет работать на морозе, во всяких условиях, типа дождик и снега и так далее. Тем более, я сегодня не надел защитный чехол. Вот так вот. Ну, посмотрим. Да, я всегда в дороге ловлю покемонов. Вообще, не знаю, наверное, с экшн-камерой. Надо гулять где-то ночью, чтобы никто не видел, чем ты занимаешься, не подслушивал и так далее. Мне несколько неловко. Плюс, кстати, у камеры... Надо, наверное, будет выключить режим экономии энергии, потому что сразу вырубается экран. Я не понимаю, она работает, она не работает. И что видно, а что не видно. Это довольно специфическое дело. Вот так вот. Так, что у нас? Я, я... Не интернета включена. Окей. Да, отлично. В общем, последнее время было довольно тяжелым. Ладно, я думаю, на покемонов не очень интересно смотреть. По идее, 28 декабря я, наконец-то, буду свободен. И это очень радостное событие. Поскорее бы оно произошло. Создоровимся тоже вроде более-менее. Радо что, кроме того, что у меня отвалилась пломба. И что там еще стоит добавить? А, вчера я выиграл супер-важную игру на Рубо БЛ, на которую вообще не ставил. И которую 10 раз успел продать, так сказать, до начала. Но каким-то чудом, удачей я одержал победу. И это не может не радовать. К слову, говорили, что у этой камеры довольно говеный звук. Что, может быть, все, что я сейчас говорю, потом будет не разобрать. Мол, очень слабый микрофон. И мне так тоже показалось по тестовым записам в квартире. А на улице все может быть еще более косячное. Плюс, как бы, наверное, нужен какой-нибудь фонарик или подсветка, потому что темновато, темновато. Вообще, может быть, она еще и разрежет все эти видосики там на 10 минут. И я могу наговорить больше. Может, она там сдохнет, не знаю. Оказалось, что два аккумулятора, которые я вставили, они уже заряжены. Так что я... А тот, который был уже в камере, был разряжен. Поэтому он пошел заряжаться. Я хожу сейчас с новым аккумулятором. Я еще и перепрошил камеру. Это оказался непростой процесс. И для этого мне понадобился телефон, потому что там есть слот для микрокамеры. А микрокамеры при прошивке надо вынимать и чистить. А у меня нету карт-ридера на компе. И это некоторая проблема. В общем, не самое удачное китайское решение, но что поделать. Вообще, камера, по-моему, без всех примочек стоит что-то в районе 2800 рублей. Это не очень большие деньги. Ну и по стабилизации, четкости картинки, ну да, своих денег она стоит. Хотя, конечно, хотелось увидеть какое-нибудь китайское чудо и проникнуться, так сказать, тем, что наши восточные товарищи смогли за копейки сделать что-нибудь божественное. Но, видимо, такого стоит ждать только от ребят из Xiaomi. Так, что еще стоит рассказать? Завтра будет стрим в 9 пару ББЛ-у. И, может быть, еще в конце недели будет крутой стрим пару ББЛ-у, но там ребята что-то никак не договариваются. А еще, может, я хочу постримить одну игру с МОКО. Но там тоже все сложно. Скорее всего, он сам будет ее стримить. Такое дело. Ну и надо бы еще посмотреть, как включать экран на этой камере, чтобы видеть, оно еще снимает или оно еще не снимает. Часики-то, конечно, удобны, но они какие-то очень минималистичные. Так. Сейчас посмотрим. О, всего 5 минут прошло. Окей. На кнопочку Power оно работает. Ну, теоретически, если не считать батареи, то у меня еще целых... Сколько у меня еще целых? 2 часа 55 минут. Это чертовски недурственно. Вообще еще не хватает какого-нибудь пистолета посередине. Вот, кстати, да. В старых думах рука почему-то была не справа, как сейчас на камере, а именно что по центру. Что вызвало в свое время множество разнообразных шуток, иронии и прочее-прочее-прочее. Вообще, знаете, сейчас довольно забавный эффект. Эффект от двух сбруй. Суть в том, что мне на Новый год Вероника подарила подтяжки. И они оказались очень кайфовыми, хотя танковаты. И ты вот ходишь в этих подтяжках, и у тебя постоянный эффект подпрыгивания яиц. Как бы странно это ни звучало. А с учетом того, что сбруя для экшн-камеры, она тоже, в общем, такая чувствительная, то, в общем, меня везде со всех сторон стягивает. Так. Можно перейти дорогу. Хотя... Не, ладно, вернусь. Я на самом деле думал, что мужик подошел к дереву, и... Ну, что бы ж мы делали к деревьев. Но нет, я оказался неправ. В общем, сейчас я думаю, допреду до ленты, выключу камеру, и... И на обратном пути включу ее еще раз. И можно будет пройтись какими-нибудь дворами. Что-то около того. Ну, в общем, это, конечно, самый дальний магазин из тех, что у меня есть рядом. Но он самый комфортный. Кстати, интересно посмотреть разницу звука в экшн-камере, в чехле и без чехла. Чехол очень приятный, но он, по-моему, и картинку портит, и микрофон работает раза в два хуже. Хотя, может быть, я и не прав. Собственно, сейчас мы прошли у беда солдатиков. Вот справа училище. Или что-то около того. Не помню, как оно называется. Да это и не важно. Так. Так, еще думаю, сейчас можно... Сколько у нас времени? Осталось две минуты записи. До магазина мы, наверное, не успеем до этого времени. И вроде магазин еще работает. Да, давайте. Пройдем через адский рынок. Это вообще какой-то... Вот, казалось бы, Петергород довольно современный город. Но этот рынок – это абсолютное проявление провинциальности. Нет, конечно, в провинциальности ничего плохого нет. Ну, но выглядит, то есть, оно диковато. Вам сейчас поймите, почему. То есть, если посмотреть, да, дешевые обувь, шавермы, всякие зоомагазины, кальяны, ставки. По-моему, это все идеальное воплощение какого-нибудь маленького городка, который пытается всего нахвататься от большого. Хотя, казалось бы, 5 минут идти до фонтанов, сооружение которого, с которым будет сравниться разве что Версаль. А все настолько странно. В общем, просыпаются какие-то иронические моменты. Хотя, слушайте, я успел в темп. Осталось минуты еще, а я уже добрался до ленты. Приятно засекать время. Это забавно. Засекание времени по экшн-камере, засекание расстояния по патемонам. Хотя там в последнее время, последняя патчка с выходом третьего поколения, по-моему, стало считать расстояние намного хуже. И фейерверки. Собственно, вот лента. Так. Еще так неудобно. Вот единственный минус еще этой сброви. Очень неудобно сделано перемещение камер вправо-влево. Ну, что поделать. Ладно. Закончим на этом. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, где-то между этим походом домой и тем походом в магазин будет небольшой фрагмент внутри магазина просто, чтобы посмотреть, как работает стабилизация, передача картинки и так далее, при свете. Сейчас-то кромешная темнота, хотя... Сколько у нас времени-то? 20-20. Окей. Вот. Хотя, в принципе, темнота уступает уже часа. В 4 дня. Что я еще хотел там рассказать? Рассказать как-то особо нечего. Стримить я практически перестал. Не потому, что я ленивый, потому что у меня нет времени и здоровья. Но надеюсь, что скоро все это вернется. И, главное, нет идей. Может быть, если у меня была совершенно бомбовая идея, я бы еще стримил каждый день. Но такой идеи нет. Тяжело быть присыщенным. Хотя, наверное, в этом я сам виноват. К слову говоря, опять же, хождение с камерой это некий... Ну, не табу, но какая-то проблема внутри. В том плане, что я всегда люблю говорить громко. Видимо, это способность, которая выработалась благодаря стримам. И... Как бы это выразиться? Сейчас я специально иду и говорю так слегка приглушенно, что ли. А это мне абсолютно не свойственно. Потому что не хочется беспокоить людей вокруг. Я довольно воспитанный молодой человек. По мне такая экшн-камера, она... Ну, примерно на том же уровне, что какая-нибудь Биба Альтрона. Ну, я имею в виду вейп-машина. То есть... Ну, люди, которые вейпят в большинстве своем неотесное быдло. Я вообще мало видел адекватных вейперов. В большинстве своем это люди, которые... Ну, дышат другим в лицо. Или там еще что-нибудь подобное делают. Это очень неприятно. Это такая... Легкая степень антиобщественного поведения. Кстати, я вот только что подскользнулся, но не упал. Мне интересно. Получится ли хороший кадр, если я подскользнусь и упаду? Надо будет на ком-нибудь проверить. Ха-ха. Автобус. Хотя все равно камера смотрит вниз и нихрена не видно, скорее всего. Я, конечно, перед тем, как выложить все это... Ну, мне надо будет смонтировать. Но я как ленивая задница, скорее всего, смонтирую на ютубе. То есть возьму три файла и просто там их соберу в ютуберском редакторе. Хотя у меня стоит Vegas Pro, тра-та-та-та-та. Но у меня что-то нет настроения. Сегодня у меня было опять продолжение веселого ремонта. Мы вешали с мамой стекловолоконную паутинку на потолок. Ну, то есть сначала ты проводишь клеем, потом аккуратненько стык-встык пытаешься всю эту паутину повесить. А если она касается кожи, то потом у тебя кожа начинает дико чесаться. Это прекрасно. И у меня сейчас чешется спина, живот, руки, голова. А в душ я так и не успел сходить, потому что я такой бамс побежал, бамс, стрим запустил, распаковал и после этого поставил прошивку. Подумал, что сломал камеру. поставил другую прошивку и все заработало. Хотя нам оказалась проблема, потому что когда я зафейлил с первой прошивкой, то когда я пытался поставить вторую прошивку, SD-карты, которые были внутри камеры, микро-SD-карты, которые были внутри камеры, были защищены от копирования. И я не мог ничего копировать, мне в итоге приходилось доставать их, доставать мой телефон, нажимать там кнопочку, вынимать симку, вставлять на нее вместо микро-SD-карты, вставлять, удалять прошивку, ставить другую. В общем, вот этой херней я проглялся минут 30, пока понял, как все это собрать, чтобы оно работало. Ненависть, ненависть, ненависть. Но в итоге все заработало. Я, правда, не скажу, что почувствовалась какая-то невероятная рейнса в прошивке. Нет, такого определенной не было. По мне, так, те же рывки остались. Может быть, стабилизация стала чуть приятнее, но это не критично. Так, сколько у нас еще времени осталось? Ну, еще 5 минут. Ну, за 5 минут я до дома совершенно свободно доберусь, без особых проблем. Я сегодня так довольно много нагулял, и, ну, правда, не скажешь, прям совсем много. До моих старых тором тяжело, но с началом холодов я стал гулять, конечно, не 5-10 километров в день, а так 3-5. Не очень здорово, но не хватает времени на все. Ну, и желание, скажем честно. Погода шепчет. Вроде бы, ты смотришь на градусник, там минус 1, минус 2, но из-за ветра и холода и влажности ощущения совершенно другие. Особенно меня радует. В Новом Петергофе еще ситуация полегче. А вот в старом, где живут мои родители, очень забавная ситуация. весь район был спроектирован каким-то там мужиком, который получил за этот проект премию Ленина. Ну, или что-то такое, по-моему, премию Ленина. И идея была очень красивая, что воздушные коридоры, тыр-пыр будут из города весь мусор выдувать. А в итоге получилось так, что в какую бы сторону ты ни шел, ветер всегда будет бить тебе в лицо. это потрясающе. Ну и да, как вы понимаете, не сказать, что город стал намного чище, и что мусор выдувается. Но зато в холод, в дождь, в ветер, все просто прекрасно. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. И каждый раз, когда там выходишь на улицу и чувствуешь эти потрясающие порывы, вспоминаешь, какой был молодец проектировщик. Так. Сколько там еще осталось? 7 минут. 3 минуты осталось. Вроде успеваю. Летом, кстати, вот здесь обычно сидит очень красивый кот около ларкаса и в печати. Но сейчас, видимо, он нашел какие-то более теплые места, и слава богу. Вообще, я чувствую вот в таких локациях на экшн-камере видно ровным счетом и ничего. Но что поделать? потому что я люблю ходить именно этим путем, а не по освещенной улице. Ну и плюс здесь людей меньше. вообще надо будет с такой экшн-камерой походить в какие-нибудь свистные места. У меня там с работой открылся ну не бар, не знаю, ресторан на пару. Я вообще подумал, что пора бы приобрестить ее пароварку, потому что все жареное мне под запретом. Мне можно печеное, но тоже в каких-то определенных количествах. А в последнее время чем больше появляются нагрузки, тем больше я тяготею к горячей пище. Ну и тем более на пару можно готовить всякие. Ну это это не очень сложно. Поэтому дело, что со сковородкой еще проще. Кинуло в сковородку, ждешь, достаешь, все вкусно. На пару чуть-чуть сложнее. Ну в общем буду думать. Так. И еще полторы минуты. Отлично. Это я молодец. Это я молодец. Не знаю, что еще стоит добавить. Мы можем либо пройти в тишине, либо я просто немножко понесу бред. Так. 50 секунд должен дойти открыть дверь и выключить камеру. ОП тайминги. На самом деле надо походить по всяким конам, я не знаю, таким-нибудь выставкам. зимой, к сожалению, нет каких-то там супер-ярмары, как в Москве или чего-то подобного. Зато летом езги в Питере погулять. Так. Клятый ключ. Так, сколько там осталось? Ну, все. Как раз дошли.